Привет, девчонки! Сегодня продолжаем обзор продукции Лавли из открытой ранее коробочки. Напомню, что вся продукция в приятных на ощупь бархатистых флакончиков по 12 мл. Вся необходимая информация указана на коробочке и продублирована на флакончиках. Итак, номер 43. Пастельный желтый цвет. Приятной консистенции. На типс наношу в один тонкий слой. И похоже, девчонки, я несколько не добрала материала. Ложится хорошо, само выравнивается, но все-таки требует второго слоя. Ну и на втором слое скрываются все мои ошибки в нанесении, и цвет становится насыщеннее. Оттенок под номером 56. Глубокий синий цвет. Хорошо пигментирован. На типс лег в один слой, и второго точно уже не нужно. В лампе полностью просох за 30 секунд. Томер 69. Красные блески на красной витражной подложке. Я бы его описала так. Тот самый, новогодний красный. Если вы понимаете, о чем я. Многие его ищут. Так вот, девчонки, это тот самый. Можно наносить в один слой, но для получения более насыщенного цвета все-таки потребуется и второй слой. И пока сохнет типс, давайте рассмотрим эту красоту поближе. Невероятные блестки, горят огнем. И почему-то мне подумалось о малиновом варенье. А вам? Ну и второй слой, как я уже и говорила, делает этот праздник более ярким и насыщенным. А теперь пришла очередь познакомиться с кошками. И кошка под номером один. Классическая золотая кошка с золотым бликом. Конечно, она полностью раскрывается на черной подложке. И это мы увидим дальше. Блик у кошки формируется быстро. Не разбегается после удаления магнита. И я ей довольна. Ну и конечно, я не могла не попробовать ее на черной подложке. Наносится в один слой. Также блик формируется сразу и не разбегается. Для более интенсивного цвета нанесла второй слой на типс без подложки. И решать вам, какой вариант вам нравится больше. Кошка под номером четыре. Фиолетовая кошка. Очень красиво смотрится, как сама по себе. И совершенно с другой стороны раскрывается на черной подложке. И у этой кошки блик сформировался сразу и не убежал. Ну и вот классический вид кошки на черной подложке. И опять же, для интенсивности я наношу второй слой. Кошка под номером девять. Зеленая. Я бы сказала, такая бутылочная кошка. Тоже самостоятельно смотрится необычно. И мне захотелось познакомиться с остальными представителями этой коллекции. Ну и конечно вариант на подложке. Добавляю глубины самостоятельной кошки. Ну и вот, все семейство кошачьих вместе. Какой вариант вам нравится больше, я определиться не смогла. Ну а это варианты дизайнов, с которыми я поиграла. На палитру наносим номера 56, 19, 43, 102, черный, белый гейлаки и топ. На типс наносим синий гейлак на верхнюю и нижнюю часть, имитируя небо и воду. Разбавляем черный цвет топом и добавляем глубины. Смешиваем красный с топом, добавляя немножко белого и наносим на типс, рисуя закат. Старайтесь наносить так, чтобы не было прямых линий, потому что все-таки это у нас небо и вода. Добавляем в наш закат 19 оттенок и тоже вмешиваем его так, чтобы не было прямых линий. Ну и какой же закат без солнышка? У меня это оттенок номер 43. В воду добавляю немножко бликов белым гейлаком. На небо добавляю немножко облачков. После отправляю в лампу на просушку. Черным гейлаком рисую хвост кита. Продолжение следует... Топом свожу на нет в черный цвет. Черный разбавляю стопом и рисую тень. Субтитры создавал DimaTorzok Смешиваю белый стопом и рисую блики. На старую кисть набираю белый лак и рисую брызги воды. Отправляю сушиться в лампу. Далее перекрываю топом и отправляю опять в лампу. На кисть набираю гель-краску и рисую брызги поверх топа. И наш дизайн готов. Ну что ж девчонки, вот такой обзор у меня сегодня был. Кому видео было полезным ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь, до новых видео, пока-пока.